Продюсер Наталья Макритская, которая, после изображая жертву, позвонила мне и сказала, что, вы знаете, вот Кирилл хотел бы работать и хотел бы, чтобы вы бы сделали для него сценарий о Достоевском в «Баден-Бадене», как Достоевский играет в рулетку. Я говорю, запросто чему-то. Я говорю, дайте фильм посмотреть. Я тогда ничего не видел изображения. Я говорю, пожалуйста. Я посмотрел фильм и вдруг понял, что если сейчас мне фильм показался чрезвычайно живым. Мне не все там нравится, так скажем, но картина внутри абсолютно живая. В отличие от многих мертвичин, которые на экранах. Я подумал, ну нет, если с этой живостью, сейчас мы еще Достоевского влепим, как он в «Бадене» проиграл сердце своей жены, то это будет все. Это будет абсолютно пасхой на русскую культуру. И мы, в общем, решимся последнего, что у нас лист Петра Михайловича. То есть все уже отобрали. Вот она, единственная лист, борода Петра Михайловича, Иван Николаевича. Больше нет ничего. И я сказал, очень все интересно, но вот, значит, есть у меня вот другой замысел. А он был придуман этот замысел в таком городе Юрьевпольском. Как-то к нам приехали гости, и гости пошли в Кремль и отвез в этот город, мы там недалеко живем. Вот. Я сидел на лавочке, разморился и вдруг, значит, понял, что ни гости, ни близкие мне человек никогда больше не вернется. Что он исчез в этом монастыре, исчез в Кремле. И когда, значит, все-таки они вернулись, я подумал, что, ох, какой хороший сюжет, надо бы написать о том, как люди не вернулись. А я тебе написал, и это опять никому не нужно. Предлагая одному режиссеру, не нужно. Режиссер говорит, что, слушай, это слишком близко мне, потому что я сам мучаюсь, чувствую, что вот-вот исчезну, и я не могу делать об этом фильме. Другой режиссер говорит, слушай, отличная мистическая история, но мистики бы помочь, мистики давай. Вот. А как-то Кириллу я рассказала. Кириллу, по-моему, насколько я помню, сказал, ну, напишите, посмотрим. Я написал этот замысел, и вдруг во время письма куда-то на второй план ушла вот эта тема растворения в России, а на первый план выдвинулся совершенно другой сюжет. Неожиданно для меня о том, как мать, потерявшая сына, становится матерью для всех других детей потерянных. Я подумал, боже мой, ёлки-палки, что же это такое? И я дал, значит, режиссеру этот материал, я вдруг гляжу, как сюрреалист, как вы обозвали, значит, Кирилла, вдруг начинает притаскивать сценарий именно эту линию. Я вижу, ничего не понимаю. Значит, провокатор, да, сюрреалист, скандалист, нахал, матюгальщик на сцене, матюгальщик на экране. А он вытаскивает именно линию Богоматия в картине, в сценарии. Я сказал, Кирилл, всё, всё, именно это, именно это. Это было абсолютно неожиданно. Продолжение следует... Продолжение следует...